Ну, Петр Ян очень интересен. Ну, это зависит от какого гонорара. Слева от меня стоит боец команды «Рать» Евгений Игнатьев. Женя, поздравляю с победой, с досрочной. Это было круто. Какие эмоции? Да, какие самые лучшие. Это моя, наверное, четвертая, получается, победа. Ну, то есть, как сказать, четвертый бой, когда я досрочно уже выиграл «Атака Файт Найтс», у меня все были то пять раундов, потом по три раунда до конца бился. Здесь сам рад, что получилось закончить быстрее. Это и для «Шердога», и для «Файт Матрикса» намного, ну, хорошо по баллам даже. А это твой дебют в новом весе? Да, да, это мой новый дебют. Расскажи, каково это гонять в 61 килограмм? Знаете, мне показалось даже легче, чем в 66. Мне кажется, просто в 66 я как-то привык гонять, и так к этому относился. Ну, как тоже профессионально, но все равно не так. А в 61 я просто подошел, сказать, лучше, чем профессионал, и все легко сошло, и ровно весело на весах. Расскажи про прошлое свое поражение в чемпионском бою. Сделали ты какую-то работу над ошибками, потому что, мне кажется, это были чисто какие-то психологические моменты у тебя. Да, вы вообще прав. Психологический момент, знаешь, в чем был? В том, что мне надо было биться пять раундов. Я не понимал. Три раунда я понимал, дистанция, ну, она не очень тяжелая. А пять раундов, как я себя поведу. Как я также в первом раунде, когда прижал его к сетке, и думаю, если я сейчас буду держать, вдруг я затеку, вдруг забьются мышцы, а как еще пять раундов биться. И сейчас я понял, что лучше идти до конца, рисковать, делать хороший бой и показывать зрелище. Жень, у тебя есть все-таки незаконченная история, можно сказать, да, с чемпионом Fight Nights, с Мурадовым. И сейчас, мы когда с ним в прошлый раз разговаривали, он говорит, что ему уже три раза не дали бой, и с Fight Nights непонятно, что происходит. Если будет возможность у RCC переманить его, вернешь ли ты в свою старую весовую категорию ради реванша? Ну, это зависит от какого гонорара, за что будем биться. Ну, много факторов, я не могу точно вам пока сказать про этот бой. То есть, это теперь долгосрочная история, 61 килограмм? Я думаю, что да. То есть, я верю, что это так. Окей, тогда давай просто теоретически поговорим. В России 61 килограмм выступает достаточно много известных, там, и зрелищных бойцов и в российских организациях, и россияне, которые выступают за рубежом. Есть ли какое-то имя сейчас, с которым тебе было интересно? Я не говорю, что делать какой-то вызов, да, такой трэш-ток, который, мне кажется, ты не любишь совсем. Просто, есть ли кто-то 61 килограмм, кто тебе интересен? Ну, я как-то не задавался этим вопросом. Но Петр Ян очень интересен. Мне предлагали соперника, с кем Петр Ян бился как раз. Дениса Лаврентьева, да? Нет, не Дениса Лаврентьева, другого соперника, не помню уже, как зовут. Но они, что Денис Лаврентьев, мне так же интересен. И если с ним провести мне бой, я только за. И напоследок, увидим ли мы тебя в сентябре на RCC 4? Я думаю, что как решить вопрос мой менеджер, так скажем. Женя, отличный бой, отличная победа, поздравляю тебя. Спасибо вам. За Женей надо следить, надеюсь, появится его инстаграм здесь, если я успею подмонтировать. Смотрите весь лик ММА, Евгений Игнатьев, все, это... Всего доброго. Всего доброго. Смотрите весь лик ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами ММА можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут свежие новости, обзоры, инсайды, репортажи с турниров и еще много чего интересного. Так что подписывайтесь обязательно на канал Вестник ММА и не забывайте ставить лайк под каждым видосом. Ну и комментарии, если хотите нас порадовать. А еще, если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Ведь тот, что так часто в кадре, не наш, а арендованный. Удачи!